Место проживания Ким Чен Ина в Ханайе держат в секрете. Место проживания Ким Чен Ина в Ханайе держат в секрете 16.57 Ханай, 25 фифрия новости. Исторический отель Sofaitel Legend Metropol и гостиницу Milya называют в качестве возможных мест проживания лидера КНДР Ким Чен Ина в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханайе. Официально северокорейская сторона не объявляла названия отеля, где остановится Ким Чен Ин. Однако СМИ со ссылкой на источники утверждают, что именно эти два отеля могли быть забронированы специально под пребывание лидера КНДР во Вьетнаме. 10.43. Из Вьетнама депортировали двойника лидера КНДР. Корреспондент РИА Новости поинтересовалась на месте у персонала действительно ли они ожидают прибытия Ким Чен Ина. В обоих случаях представители отеля развели руками, сославшись на то, что им до последнего момента не будет известно, кто из делегаций у них может остановиться. Тем не менее, предпринимаемые властями меры безопасности вокруг этих объектов очевидны. Вокруг здания Стоят порядка 20 вооруженных полицейских. Из грузовой машины несколько человек пытаются переместить небольшой рентгеновский сканер для досмотра. По словам консьержа отеля, на гостей это никак не повлияет, и при наличии ключа от номера они смогут спокойно перемещаться. В этой пятизвездочной гостинице цена за номер за одну ночь может достигать 3000 долларов. Вчера, 4.40 Ким Чен Ин выехал во Вьетнам на поезде для встречи с Трамтома вот в отеле. Уже установили сканеры и металлодетекторы. У центрального входа несколько рабочих выкладывают крупные флаги США и КНДР из цветов. Здесь цена за самую дорогу и номер не превышает 500 долларов. Не исключено, что отель будет использован как место проведения пресс-конференции или других мероприятий, связанных с саммитом. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Иун проведут вторую встречу в Ханнае 27-28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренности о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было. Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США ждет новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.